Клик-шоу! Эй, живо, 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 живо! Клик-шоу! Друзья, это Клик-шоу. Я могу признаться, что мало кто вообще, да никто, наверное, из наших гостей не позволял себе прилетать в эфир на космическом корабле. Это могли позволить себе только наши сегодняшние гости, а именно группа... Аэронавтика! Да, это Павел, привет! Извините, что немножко с опозданием, просто всё-таки это... Не разрешали поставить всё-таки корабль на крыше, да? Орбита всё-таки, расстояние, это всё как бы это там... Ты давно, кстати, летаешь? Нет болезни вот этой? Постоянно летаю. Я уже летал ещё, будучи в полузачаловом состоянии. Постоянно полёты какие-то, но во сне и наяву там, ну всё. То есть ты тогда уже знал. Летаешь, значит растёшь. Да, да. Постоянно растём. Если во сне. В следующий раз я к вам на студию уже не смогу зайти, потому что вы заползали, видимо, привезли. Ну, в любом случае, как бы ты к нам ни пришёл, мы рады видеть и тебя. И вот очень интересно... Да, взаимно очень. ...услышать подробности об этом вот проекте, о котором мы наслышаны. Но он, оказывается, уже запущен. Проект «Космический рейс». Ты его привёз в Киев. Рассказывай, что это за проект. Вот удалось ли вам реализовать всё, что вы хотели, всё, что вы пытались сделать для этого проекта. Она была 12-го числа, 12-го апреля, в День космонавтики в Москве. И расскажи там, как прошли впечатления от той презентации, что там случилось, что не случилось. И что тут будет, какие будут изменения. Сумасшедший проект, сразу говорю. Это именно вообще впервые на территории СНГ Илья Лагузенко говорит, что и на Западе там нет, он там чаще бывает. Ну, именно в таком ракурсе нету такого, что прямо фильм там с музыкой, там на 50 минут такого целостного кино. Но вот именно в формате полнокупов, фуллдум, так называемый, вот, работали над этим просто вот день, чисто без преувеличения, без прикола скажу реально. Вот мы в московском планетарии в студии сидели, там где-то полгода. У нас был единственный выходной, мы сами себе сделали его на Новый год. Вот мы реально каждый день без выходных просто его... То есть вы готовили, работали над этим? Делали видео, там, все это вот как бы составляли. Ну, это очень сложный там процесс, это как бы первый раз. Ну, не то этого не... Дело в том, что не с кем даже последоваться, потому что как бы там местные из планетарии ребята приходили посмотреть такие... Не, ну, надо сказать вообще, что группа Аэронавтика, это вот такие пионеры, да, электронной музыки в Украине. Именно в лайвом исполнении. Причем мы эту как бы вот эту фишку как бы держим. Вот мы сначала там начинали просто как лайв электронный проект. Идея была в том, что вот в четвертом году, да, мы первые в клубах начали выступать именно не как диджея, а просто вот полный лайв, там, синизаторы, там, сэмплеры. У нас не было, туда не было ноутбука, вообще ничего не было, да. Мы просто играли все вживую полностью, вот как оно возможно, там, так и играли. Это было чисто электроника. И вот сейчас, допустим, уже как бы этим не удивишь, да, скажем, ну, мы находим какие-то варианты. То есть вы нашли Илью? Да, мы делаем видео. Илью в Акутенке. С Илью мы чисто случайно познакомились, и вот у нас так завязались какие-то, какая-то дружба, да, и вот он нам предложил этот проект сделать совместно, да. И он очень долго этот проект длился. Мы, это чисто такой особо ценный эксперимент, вообще не знали, чем это все закончится. Просто сначала это был саундтрек к фильму, к «Симический рейс» 1925 года, это первое кино совпадатическое. Вот, а потом это все как-то перерастало, перерастало, мы тут делали какие-то там нарезки на большой экран, там. Так, а в итоге сейчас из чего состоит эта программа? Это песни Ильи Логутенко и группы «Момитроль» или… Нет, это совсем другое, как я понимаю. Три песни Ильи, они там есть, но они в новой, как бы, кавер-версии в «Электрон». Вашей, я ранжировал. Вашей, я ранжировал. Все наше новое, вот эти три песни Ильи, там три песни наши, ну и там все остальное музыкальное соображение такое, да? Друзья, мы предлагаем сейчас все-таки посмотреть один раз, стоит это увидеть. Для того, чтобы заразиться и пойти потом на премьеру этого проекта в Украине, в Киеве 7 июня. А сейчас маленькая-маленькая нарезочка, как это вообще происходит? Как это было и что это? Группа «Момитроль» и Илья Логутенко, да, и группа «Аронавтика», мы как три звезды сошлись воедино в одно созвездие и произошла такая некая синергия, да, которая и дала возможность воплотиться и реализоваться этому великолепному проекту «Космический рейс». Какие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-маленькие-малень Субтитры создавал DimaTorzok И все? Мало? Вот такая небольшая нарезочка проекта Аэронавтика, да, действительно хочется еще посмотреть Единственное, что понятно, что это круто и это по-настоящему, наверное, космос Да Все-таки расскажите, кто помогал создавать вот это вот все? То есть я так понимаю, что это планетарий, это купол Все люди смотрят вот так вот наверх И там появляется... Да, люди находятся в полулежащем состоянии Они смотрят, ну, как бы видят частично сцену там с музыкантами, ну, с нами, да, если это лайв Вот, и основное их направление взгляда, это вот именно на купол, да И в чем сама вот эта вот вся история самая важная, да Это то, что это 360 градусов, это реально, это полностью вот это все видео Это вокруг тебя, да, это только потолок Да, это и сзади, и по бокам, это все И мы как бы максимально старались использовать именно весь это все пространство полностью То есть как бы, ну, вот мы когда в Москве делали презентацию, люди просто, я смотрел вот так вот Они именно влипли туда, и там, ну, там реально, я социально старался на версии цели, потому что засасывает просто этот видео, оно именно там Ну, это такая какая-то, как бы, история Мы учились этому вот в Англии, мы поехали в Англию перед тем, как вот начать этот проект именно делать видео к этому проекту Поехали в центральный, там, какой-то их космический центр, что-то такое, да И там у них был фестиваль, вот именно как раз Full Doom фильмов, там, и там со всей Европы приезжали ребята, как бы показывали То есть вы там чуть-чуть подсмотрели, как там восстановились? Ну, не то, что абсолютно, мы просто, дело в том, что у нас вообще этого не то не дело У нас там крутятся вот фильмы, которые покупают там, ну, каких-то там продакшнов, да, западных А сами там этого не то еще не дело И вот нам было интересно это вообще, как понять, что, в чем концепция Потому что одно дело это фильм, да, а другое дело это именно шоу-программа Но у нас все равно еще есть очень много вопросов Да, очень-очень много Обязательно вернемся к разговору после клипа как раз Кимбры Так Клик-шоу Мы продолжаем эфир Клик-шоу, у нас в гостях группа Аэронавтика с очень-очень интересным, необычным космическим проектом Да, который вы привезли в Украину, в Киев И вот следующий вопрос возникает, это все очень круто, вот, и кажется, очень интересно Это все смотреть, но вы изнутри с какими столкнулись с проблемами, сложностями, трудностями в реализации этого проекта? Ну, здесь самое сложное было именно вот понять, как вот это все устроено, как это делать Поэтому, собственно, ехали в эту Англию, да, посмотреть, потому что, допустим, уже как бы процесс, когда мы уже поняли, да, как говорится, раскрыли этот секрет вот этого вот там полнокупленного видео, да, это уже как бы шел процесс такой технический больше, да Но именно в самом начале это было сложно понять, вот, как это все сделать, как вот сделать, допустим, чтобы оно было полностью... А где вы это делали? Это мы делали, нет, это мы делали в Москве, в Московском планетаре, там студии нам предоставили студию, вот мы там как бы... То есть сами, вот, своими силами нарезка, вот это вот все сведение, вот этого вот всего... Да, да, мы даже... Вот эти вот рисуночки тоже вы рисовали, да? Да, ну, мы, естественно, там местами использовали какие-то футажи, там, да, но в целом все это вот, ну, там, наша как бы афорская работа Вот подготовка к этой программе заняла около полугода, а сколько длится сама программа? Программа длится 50 минут, ну, полгода это вот уже была вот эта последняя стадия, именно в Full Doom видео А, от этого еще, да? От того музыку мы там делали, ну, проект больше двух лет, как бы ему там, но это был такой эксперимент, он постоянно как бы... А если новая программа, то сколько ее по времени вот будете делать? 50 минут, это будет... Нет, я имею в виду вот подготовка, вот тут вот два года примерно было, полгода... Пора уже начинать, да, через пять лет, как это... Нет, ну, два года именно из-за того, что это эксперимент был, потому что мы, когда начинали, мы не знали, чем это все закончится Просто вот делали, там, что-то пробовали параллельно, там... Оно как снежный ком, получается, нарастает, нарастает Да, делали, нарастает и так далее, да Сейчас у нас вот следующий этап, вот, скажем, по самому шоу, да, это вот все, это та картинка, которую мы хотели видеть, да, и по музыке, и по видео, это все вот оно Следующим этапом мы хотим запустить, если сейчас над этим работаем, именно мобильный планетарий и показать этот, сделать этот, некий такой тур, там, по Украине, по России И показать эту программу в мобильном планетарии, там, скажем, небольшой... Так как вашу программу можно смотреть только в планетарии, а не во всех городах есть эти планетарии, поэтому вы хотите сделать свой такой мобильный планетарий, возить его с собой... А насколько это реально и по времени, когда же ждать вот этого... Ну вот сейчас мы занимаемся, если все нам удастся вот сделать, то я думаю, что где-то примерно с конца лета, начале сентября, так, допустим Конечно, начало сентября Но мы хотим успеть до мороза, потому что если мы в Россию двинем, то там просто минус 40 Ну а куда хочется в первую очередь показать, отвести вот этот вот проект на Запад? Я думаю, что мы в любом случае начнем с Украины, с Запада уже интересуются, штаты интересуются, у нас там уже ребята нам пишут и предлагают показать в каких-то там планетариях, там, ну для них это как бы все просто, там, русский о космосе, Гагарин, русская электроника Все, они как бы... Вот кличка, бабайка Типа того, они это не... Заморачивают Да, они не усложняют все И причем как бы у нас тут есть пресс-хит, причем американец его писал, он так и написал, там, пересчитывал, он написал, все знают, что, типа, в России медведи ходят по улицам, типа, там, и, типа, Гагарин летает, там, типа, постоянно в космос Такая, как бы, история Все, для них это достаточно Поэтому для них это нормально Им это уже интересно, да, им все интересно, да, мы хотим показывать и все Капец Ну давайте сейчас посмотрим клип... The Wanted, который Алена хотела посмотреть, кстати Почему? Ну, а я присоединяюсь, The Wanted, дальше Ну, ладно Клик-шоу У нас в гостях группа Аэронавтика. Все-таки космический рейс это космический рейс. Это интересно. Я думаю, что многие заинтересовались. Но группа то существует, ну и другими делами занимается. Да, не только космические. В данный момент вот здесь группа Аэронавтика в одном лице, в моем. Ну да. Наши ребята еще не долетели, они там зависели на орбите. Я не мог вытащить. Там, понимаете, там как бы вот это вот, ну, свободное парение. А здесь в протяжении они говорят, нет, мы хотим полетать. Все, я не мог вытащить. Ну, придется только на концертах, вот они прилетят и все. Кстати, Паша, вот было когда-то желание в космос полететь? Постоянно там находимся. Ну, они же оттуда только что прилетели. А правда, что там... У меня есть желание на Земле почаще побывать. А правда, что борщ в тюбиках там? Все в тюбиках. Вкусно? Кстати, вы не думали раздавать во время шоу вот этого вот еще? А, космический рейс? Смотрите, самое сложное вот по поводу борща в космос это его готовить. Все разлетается. Вот рубишь вот до капусты. Поэтому его в тюбиках произвольно теперь. Просто нереально. Нет, расскажи нам, пожалуйста, все-таки о своих вот творческих достижениях именно в группе. Пишите ли вы новые треки в рамках своей группы, не в рамках этого проекта. Да, а сейчас как раз вот мы, грубо говоря, закончили работу над этим шоу. И сейчас вот мы на самом деле уже в Одессе находимся, ходим на море. Кстати, приезжайте в Одессу. Это сейчас шикарнейшая погода, ни жарко, ни холодно. Это именно вот осень, весна Майами. Вот это сейчас в Одессе. Вот зачем ты нам говоришь, когда мы в теме? Чтобы мы побыстрее закончили эфир и поехали в Одессу. Да, поехали прямо сейчас. Тем более с помощью космического корабля это сделать, по-моему... Одна секунда. И сейчас мы в студии у себя уже в Одессе на родине занимаемся именно нашей программой. Делаем это такой клубный формат. Много дэнсинга. Мы его уже во Владивостоке играли в феврале, там частично, да, тоже летали там с Ильей. Вот, и очень на ура эта программа катит, там люди там танцуют. Отрываются. Да, и вот сейчас мы над ней работаем, и я надеюсь, что мы как-то уже все это доведем к какому-то альбому, там, лонг-плею какому-то, да, и вот это будет очень скоро слышно. Я надеюсь, что до лета мы уже начнем это показывать в клубах. Кстати, у нас в соцсетях спрашивают, есть ли вы в соцсетях, чтобы знать, когда у вас и где концерт. Ну, вот наш сайт aeronautica-music.com. А он существует? Да, он есть там. Да, он существует. Вин и снули. И там есть все коннекты на все наши соцсети, все у нас есть, естественно, там и фейсбуки, и так далее, и так далее. Здорово. Слушай, еще такую информацию откопали. В 2008 году вы записали саундтрек к фильму с Юком Бессоном, правильно? Есть ли какие-то, ну, будете продолжать делать саундтреки? Сотрудничество. И вообще сотрудничество с Юком Бессоном, да. Ну, возможно, ну, я имею в виду другие саундтреки к фильмам писать. Ну, вот, как бы, вот эта работа, она была, в принципе, космические средства, начинался как саундтрек к этому фильму. Дальше, конечно, это очень все интересно, я думаю, что, ну, так много у нас всего сейчас происходит, что просто все, не успеваем, много очень всяких идей, проектов, да, и мы хотим как-то все это немножко упорядочить. Вот сначала мобильный планетарий, свой этот альбом, клип, где-то здесь клип же еще у вас есть. Клип уже у нас есть, вот мы будем вас очень скоро презентовать, думаю, где-то через месяц-полтора тоже как бы сделаем концерт с новой программой, запустим этот клип, он уже будет везде, в ротациях, в горящих. Ну, все-таки, в ближайшее время вас где можно будет увидеть быстрее? Это в проекте «Космический рейс» или в «Сольный рейс»? Я думаю, что это все будет параллельно как-то происходить, потому что у нас это и так уже происходило параллельно, мы делали, вот, работали на проектном студии, да, и нас вытаскивали на какие-то концерты, это в России мы летали, и вот точно так же будет дальше продолжаться, потому что, ну, разрывать это, наверное, невозможно. Ну, это очень круто, очень часто артистам из пальцев усасывают какое-то событие или какую-то песню, да, а тут даже ребята не успевают заняться и тем, и тем, потому что очень много идей, много проектов, и это круто, желаем вам того же, чтобы все это продолжалось, чтобы все это воплощалось. Ну, и, конечно, 7-го числа, я думаю, вы всех ждете в Киевском планетарии. В гостях, в гостях нашего 360 атмосфера, вот, все там увидимся. А, ну, вот так вот, друзья, мы с вами уже увидимся завтра, в гостях у нас сегодня была группа Аэронавтика, кто к нам придет завтра, посмотрим завтра. С вами был Феджи Алекс, Алена Калашникова и группа Аэронавтика, вы смотрите Клик-шоу, не забывайте, что сейчас начинается Старк Африз, заходите на наш сайт и пишите, какой клип вы хотите сейчас увидеть. Пока, до завтра. Клик-шоу! Клик-шоу! Клик-шоу!